Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Сергей Лесков в этом выпуске. Александр Бурко вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора области. Подробности с церемонии представления. Угрок Омск затянул смог. Опасна ли дымка для здоровья горожан и как долго продержится задымленность? Не только реальные, но и виртуальные. Данный бот спрашивает, в какую чрезвычайную ситуацию вы попали и далее уже предлагает сценарий. Появился бот-информатор, который разъяснит, что делать в критической ситуации, как работает приложение. После матча в реанимацию игрок Омского авангарда Николаю Лемтюгову срочно требуется кровь. Что случилось с форвардом? Александр Бурков официально вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора. Церемония проходила в конференц-зале регионального правительства. Новый руководитель региона сегодня выступил перед собравшимися и четко обозначил приоритеты в работе. Среди них предотвращение оттока населения, консолидация всех уровней власти, а также рост доходов крупных компаний должен быть пропорционален росту доходов населения. Репортаж Анастасии Галаевой. К сегодняшнему представлению нового руководителя региона был повышенный интерес, и не только со стороны средств массовой информации, которых в конференц-зале Дома правительства оказалось так много, что журналистам, операторам, а также фотокорреспондентам пришлось перемещаться на балкон. Здесь собрались депутаты законодательного собрания, Омского городского совета, члены регионального кабинета министров, представители различных религиозных конфессий, также представители общественных организаций. Александр Бурков, исполняющий обязанности губернатора Омской области, появился перед присутствующими в сопровождении полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, теперь уже экс-губернатора Виктора Назарова и председателя областного парламента Владимира Варнавского. Первым взял слово Сергей Миняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, озвучил задачу, которую поставил Владимир Путин, назначая Александра Буркова на эту должность. Необходимо в первую очередь консолидировать все усилия для того, чтобы раскрыть потенциал Омской области, который является существенным. Если работа будет настроена на повышение качества жизни людей, создание комфортных условий жизни, то итог прекратится. Люди-то идут сегодня, переезжают туда, где им более комфортно жить. Так вот, выполнением этой задачи и все будет сказано. А для того, чтобы ее выполнить, надо сначала погрузиться в те темы, которые сегодня есть. Это целая система. Она система, это и есть сегодня. Но ее надо совершенствовать. И совершенствовать систему можно и нужно только совместными усилиями. Не заниматься внутренними дрязгами и всякими, а работать на благо людей. Оценку деятельности любого руководителя даст президент Российской Федерации и дадут люди, которые ходят по улицам городов. Своё выступление новый руководитель Омской области Александр Бурков начал с того, что поблагодарил Виктора Назарова за проделанную работу. Они пожали друг другу руки, похлопали друг друга по плечу. Александр Бурков, обращаясь к тем, кто присутствовал сегодня в зале, сказал, что в регионе есть все возможности для того, чтобы сделать экономический рывок. Здесь очень много, в первую очередь, талантливых людей. И, конечно, приоритетная задача в его работе, его главная цель – это создать условия для того, чтобы здесь оставались в первую очередь молодые люди, которые будут развивать экономический, промышленный, культурный потенциал Омской области. Одна из больших проблем – это отток населения из Омской области. Самое страшное, что сегодня уезжает молодежь, активная молодежь с предпринимательским духом. Многие едут в Тюмень, Новосибирск, Москву. И задача сегодня их сохранить на Омской земле. И уговорами здесь мы, наверное, задачу эту не решим. Для того, чтобы сегодня молодежь оставалась, нужно решать вопросы доступности и качества медицинского обслуживания, образования, решать вопросы экологии. Самое главное – решать вопросы повышения уровня жизни и комфорта жизни на Омской земле. Отвечая на вопросы журналистов во время общения с прессой, Александр Бурков отметил, что в первую очередь будет опираться на местные кадры, которые знают специфику Омского региона. Конечно, говорить о реализации каких-то конкретных проектов пока очень рано. Необходимо изучить всю информацию, погрузиться, что называется, в проблемы и уже далее выстраивать более плодотворную и конкретную работу. Анастасия Галаева, Павел Манжос, Александр Саражин, Сергей Гаев, 12 канал. На церемонии представления присутствовала вся политическая элита региона. На мероприятии были и те, кто лично знаком и работал с Александром Бурковым задолго до того, как он стал исполняющим обязанности губернатора Омской области. Ну, конечно, члены партии «Справедливая Россия» также пришли сегодня в конференц-зал областного правительства. Напомню, представителем этого политического объединения является новый руководитель региона. Впрочем, партийная принадлежность сейчас отходит на второй план, уверены участники сегодняшнего события. Главное, опыт, который Александр Бурков приобрел долгое время, работая с системой государственного управления. Об этом в интервью нашему телеканалу заявили сенатор Омской области Елена Мизулина и руководитель Омского отделения «Справедливой России» Владимир Гусилетов. Я давно знаю Александра Леонидовича, отношусь к нему с глубоким уважением. Он очень образованный человек, выдержанный, безусловно, с лидерскими качествами, умеет с людьми ладить смелой. И вообще все, что он достиг в жизни, он достиг сам. То есть это его личный вклад, заслуги. И я очень уважаю таких людей, как он. И у меня очень большие надежды на него, потому что он способен людей собрать вокруг себя, команду. И я надеюсь, что он реализует то, о чем я мечтаю, думаю очень многие о МИЧИ, чтобы вывести Омскую область в лидерские регионы России. Основная задача все-таки Александра Леонидовича – это консолидация полностью всех партий, всех элит, для того, чтобы все-таки наш регион развивался. Я одно могу сказать, что этот человек очень деятельный и очень последовательный. И тот курс, который он выбирает, те цели, которые ставит, он их всегда достигает. Это одна из черт этого человека. Подробнее о том, как характеризует совместную с Александром Бурковым деятельность известной российской политики, авторитетной политологи, знакомой с ним со времен работы в Свердловской области, смотрите в эту субботу, 14 октября, в программе «Акценты недели» с Анастасией Галаевой, эфир в 19.30. Да, достаточно. Изветренным не было в городе осадков, поэтому смог накрыл Омск. Тем не менее, специалисты утверждают, что опасности для здоровья горожан нет. На помощь пользователям интернета вместе с сотрудниками МЧС теперь придет и Супермен в социальной сети Телеграм. Появился бот-информатор, который разъяснит, как вести себя в критической ситуации. Электронный спасатель уже набрал более 400 подписчиков. Чтобы начать работу с ним, достаточно ввести в поисковой строке адрес «Собака МЧС Бот». Добавить аккаунт в список и затем нажать кнопку «Старт». Сейчас в арсенале виртуального спасателя есть инструкции для действий в 32 случаях. Специалисты обещают научить спасателя говорить на нескольких языках и расширить его базу знаний. Данный бот спрашивает, в какую чрезвычайную ситуацию вы попали. И далее уже предлагает сценарий. Это может быть как и банальный пожар, так и действие в случае происшествия на воде. Но мы бы порекомендовали гражданам не ждать, когда случится беда, а установить его и посмотреть возможные сценарии действий при той или иной чрезвычайной ситуации. Как сообщают специалисты, программа, заложенная в память бота, носит исключительно обучающий характер. Использовать его как дополнение к СМС-оповещениям населения о чрезвычайных ситуациях вроде сильных морозов, лесных пожаров или угрозе землетрясений не будет. Начать заниматься спортом теперь непросто. В Омске сегодня подвели промежуточные итоги действия нового закона, который был принят в стране около года назад. Воспитанники спортивных секций дважды в год должны проходить серьезное медицинское обследование. Оно включает посещение таких врачей, как травматолог, кардиолог, хирург, невропатолог. Также необходимо сдать ряд анализов. А заключение должен подписать не только педиатр, но и спортивный доктор. Такие требования значительно повысили нагрузку на врачей, а в поликлиниках выстраиваются очереди из детей, желающих заниматься спортом. Впрочем, кому-то этот закон напротив сыграл на руку. Так, тренер по флорболу, у которого занимаются ребята с нарушениями слуха и зрения, рассказал, что лично обратился в поликлинику и там пошли навстречу. Вот все. Медсестра мне выписала диспансеризантный лист. С этими листами я пришел к заведующей. И вопрос был настолько решен, без проблем. Из 16 человек, 13 мне сразу дали заключение, и троим дали возможность отмечаться к кардиологу. То есть для меня это просто нет проблем. К такому примеру централизованного медосмотра в Омском Минздраве советуют последовать и другим тренерам. Руководителям спортивных секций нужно самим проявлять инициативу, выходить на контакт с поликлиниками, чтобы обследование дети проходили организованно. Родителям же, планирующим отдать своего ребенка в спорт, стоит заранее позаботиться о получении допуска. 40 тысяч детей занимаются спортом. Из них половина должны два раза в году пройти обследование. То есть это получается 60 тысяч дополнительных консультаций каждого узкого специалиста. Кардиологов у нас всех, включая детских, в регионе всего 39. Это новая форма работы. Мы не очень понимали, как это делать. Поэтому вот этот год – это первый опыт. И мы надеемся, что с января следующего года у нас уже все будет с вами очень-очень даже четко. И безболезненно, самое главное, для наших деток и родителей. Амичи напишут первый всероссийский экономический диктант. Масштабная акция в нашем регионе состоится 12 октября. Вот где и во сколько желающие смогут проверить экономическую грамотность, сегодня говорили на пресс-конференции. Своего рода экзамен по экономике станет обязательным для учеников 9-11 классов некоторых омских школ. А для студентов Амичи постарше оборудуют две площадки в экономическом корпусе Педуниверситета на интернациональной 6, и в здании Центральной научной библиотеки на Маркса, 15. Регистрация участников начнется в 9 утра, а сам диктант в 10. На выполнение задания отведут один час. Экономический диктант как-то так вот очень хорошо затрагивает историю экономической мысли, но финансовых вопросов, финансово-кредитная политика там тоже достаточно, то есть они близнецы-братья. Из финансовой сферы какие примерно вопросы в диктанте могут быть? Ну, как я уже сказала, финансово-кредитная политика, да, вот о валютах мы говорили. Немножко по налогам. По налогам там достаточно много, да, вот такого вот. Экономические диктанты мечи смогут написать и в режиме онлайн. Тестирование будет доступно на официальном сайте акции. Организаторы предусмотрят два варианта для школьников и студентов и других лиц. Там же спустя две недели опубликуют результаты. Школьники и студенты, набравшие более 80 баллов, будут приглашены к участию во Всероссийском фестивале экономической науки. Омский форвард Николай Лемтюгов до конца года выбыл из расположения «Вангарда». Публикация об этом появилась сегодня на официальном сайте Омского клуба. Форварда занесут список травмированных. В реанимацию 13 номер ястребов попал накануне вечером после матча с Астанинским «Борысом». В игровом эпизоде болельщики ничего и не заподозрили. Николай получил удар в живот. Однако все оказалось намного серьезнее. С разрывом селезенки Лемтюгового госпитализировали в клиническую больницу у Минникабанова, где срочно прооперировали. Сейчас, по данным официального сайта, его состояние стабильно, но хоккеисту требуется кровь любой группы. Сдать ее можно завтра с 8 утра по адресу перелета 7. Перед процедурой нельзя употреблять алкоголь, жирную пищу и острую. Что касается самого матча с «Борысом», его «Авангард» проигрался. Счет там 3-4, при этом уже к середине второго отрезка ястребы уступали три шайбы. А вот проявить характер красно-бело-черных без преувеличения заставили трибуны и особый гость. За час до игры в «Фаярина Омск» фанатов приветствовал телегалкипер, звезда сериала «Молодежка» Игорь Огурцов. Анна Кокорина продолжит. Такой ажиотаж «Фаярина Омск» сегодня из-за особого гостя автограф и поклонникам раздает известный в актерских кругах хоккейный вратарь Игорь Огурцов, звезда сериала «Молодежка». В ожидании своей очереди фанаты телегалкипера Сени Бакина признавались в любви сериалу. Я смотрю молодежку, мне она очень нравится. И всегда мечтала увидеть Сеню вживую. Моя мечта сбылась. Сериал я смотрю с первой серии, с первого сезона. И хоккея болею тоже с детства. Большинство лучше у нас в этом сезоне, намного, чем в прошлых сезонах, когда провальное большинство было. Сейчас мы уже на третьем месте, как-никак. Прогноз только один, это чемпионство. За пять лет съемок популярного сериала актер сам не на шутку увлекся хоккеем. Так что теперь тренировки в любительской лиге – обязательный пункт в его плотном графике. Говорит, каждый выход на лед даже для кадра вызывает особые эмоции. Когда хоккей не просто работа, вжиться в роль значительно проще. Вот кем больше себя ощущаете? Сейчас актером или все-таки хоккеистом? Я даже не знаю. Я думаю, конечно же актером. Это моя профессия. Готовы выйти на лед и заменить кого-то? Готов. Но не знаю, какой будет результат, но готов. Спасибо за такой теплый прием. Болейте за вашу команду. Она у вас самая лучшая. Так что вперед. На лед арены Омск актер вышел, правда, в перерыве хоккейного матча. Много шутил и провел конкурс для болельщиков. Фанаты отправляли шайбу вдоль борта на дальность. Со словами поддержки гость обратился и к омским трибунам. После первой 20-ти минутки ястребу выступали Борысу две шайбы. Возможно, именно поддержка трибуны спасла ястребов от позорного поражения. Даже пропустив третью шайбу в свои ворота, красно-бело-черные прибавили в атаке и отыграли две шайбы. Очки на свой счет записали Андрей Петерсон и Петр Хохряков. На четвертый шайб у гостей в третьем периоде за несколько минут до сирены ответил Евгений Медведев. Проявив характер, сравнять счеты и перевести игру по вертайм, ястребы, к сожалению, не смогли. Впрочем, реабилитироваться перед болельщиками попытаются уже завтра в матче с пекинской красной звездой. Анна Кокорина, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру, смотрите в 19.30. С вещами на выход. Пенсионерка Зоя Василенко прожила в своей комнате в общежитии около 13 лет, а теперь ее выселяют по решению суда. Комнату женщине предоставило предприятие, а сейчас общежитие находится на балансе минимущества региона. Женщина пыталась оформить договор социального найма, а после очередного отказа решила обратиться в суд и сделала только хуже. Как вышло, что все эти годы она жила в общежитии на птичьих правах, и почему ее вынуждают пополнить армию омских бездомных, разбирался Денис Жарков. Платить надо было раньше. Фонд капитального ремонта приготовил злостным неплательщикам неприятный сюрприз. Без банковские карты более чем 120 тысяч владельцев омских квартир в ближайшее время заблокируют. В начале октября региональный оператор отправил должникам соответствующие уведомления. Уже с 20-го числа судебные приставы начнут взыскивать со счетов неплательщиков средства за ремонт жилья. Как не остаться без денег и можно ли погасить задолженность в рассрочку, выяснял Никит Смирнов. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Евроокно Стандарт. Окна для вашего дома. 700-007. Проектирование и монтаж турецких бань и хамамов. Телефон 49-4007. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Вареники, братцы, вареники. 900 грамм 68 рублей. Сервелат казачий. 500 грамм 139 рублей. Сельдь Крит. 150 грамм 53,50. Низкоцен на Октябрьской. Наш любимый магазин. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека, аптеках «Мелодия здоровья» и на сайте аптека.ру. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Адрес точно тот, а вход... Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Это точно свадебный танец? Только для держателей карты «Легенда» в октябре аквапарк «Акварио» дарит скидку 50%. Предложение действительно в будние дни. Подробная информация по телефону 404-554. И о погоде. Завтра, 12 октября, по области в Омске пасмурно. Осадков не ожидается. Температура воздуха в районах в ночные часы минус 1, плюс 1, днем до плюс 6. В Омске ночью 5 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Далее на 12-м канале программа «Благовест». Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok